Три килограмма в среднем набирают за новогодние праздники россияне. Новогодняя ночь с советских времён – повод побогаче накрыть стол. Десятки вариантов закусок и салатов – жирное, горячее и очень-очень много сладкого. Для многих важно, чтобы стол ломился от еды. И если во время Советского Союза такое изобилие раз в год было оправдано повсеместным дефицитом, то сейчас, во времена, когда любые продукты доступны круглый год, смысла делить еду на праздничную и повседневную нет. Перестаньте делить еду на праздничную и непраздничную. Поймите, наконец, что оливье, селёдку под шубой вы можете есть в течение всего года. И что Новый год – это не время объедаться. Воспринимайте это, допустим, вот этот праздник, как время попробовать чего-то новое, попробовать какие-то там те же самые салаты, которые вы не пробовали. Умеренность и баланс – вот главные принципы, которых стоит придерживаться за новогодним столом. Запретных продуктов нет. Разрешите себе всё, но в небольших порциях. Используйте небольшие тарелки. Это отличный способ обмануть свой мозг, при этом получив удовольствие от праздничной еды. Составляя меню для себя и близких, придерживайтесь несложного правила. Та самая канадская тарелка питания, где половину составляет овощи, фрукты, одну четверть сложной углеводы, одну четверть белки, постарайтесь её и на Новый год тоже, так скажем, использовать и применять. Сделайте так, чтобы на новогоднем столе в большом количестве были какие-то овощные закуски, овощные салаты. И в первую очередь, когда вы начинаете есть, накладывайте себе в тарелку овощи зелень. 31 декабря соблюдайте привычный режим питания. Не пропускайте завтрак и обед. Разрешите лёгкие перекусы в течение дня – орехи, йогурт и фрукты. И ни в коем случае не садитесь за праздничный стол голодным. Чем сильнее чувство голода, тем больше вы съедите. Начать застолье лучше всего не позже в 8-9 часов вечера. И ещё один важный момент – не нужно готовить салаты тазиками. Доедать всё, что осталось после новогодней ночи в течение всех каникул не только невкусно, но и опасно для здоровья. Пожалуйста, не забывайте про пищевую безопасность. То есть, те же самые салаты с майонезом максимум двое суток хранятся в холодильнике. Потом, если вы их не доели, обязательно выбрасывать. Все готовые, уже готовые блюда также хранятся максимум двое суток. Потом, пожалуйста, не ешьте, потому что это всё может закончиться больницей, к сожалению. Чтобы праздничные застолья наверняка не обернулись лишними килограммами и сантиметрами на талии, дополните каникулы активным отдыхом на природе. Лидия Шулаева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.